Здравствуйте, дорогие друзья мои, с вами Перч, доктор Перч Николай Николаевич. Сегодня я расскажу вам о том, как помогать людям, которые пережили бомбежку или смерть близкого человека. Помните, что если вы приезжаете на место катастрофы, вы найдете человека на месте катастрофы, который находится в одном из трех состояний. Первое состояние – это паническая атака. Второе состояние – состояние острого стресса. И третье состояние – состояние шока. Чем отличить их друг от друга? Если вы видите человека, который размахивает руками, голова двигается вперед-назад, верхняя часть туловища двигается, человек и глаза у человека ни на что не концентрируются, и человек как будто бы пьяный находится, помните, и при этом он очень шумно, быстро и глубоко дышит. Перед вами паническая атака. Из-за того, что человек быстро, много, шумно дышит, уровень кислорода в его крови зашкаливает. Человек находится в так называемом состоянии кислородного опьянения. Этот человек абсолютно неадекватный. Он никак не будет реагировать на ваши команды. Мало того, у человека предплечье и кисти рук находятся в полуспазмированном состоянии. Если вы в это время подойдете к человеку, он может схватить вас за лицо, за волосы, и при этом это очень больно, и люди, у них спазмируются руки. Обычно, если вы видите человека, который находится вот в этом состоянии, оказываете помощь с другом, с кем-то, кто рядом. Один человек фиксирует руки человека, который находится в панической атаке, а вы или другой человек даете человеку или заставляете, или сами подносите к человеку пакет любой бумажный полиэтиленовый, и заставляете человека дышать в пакет. Для чего это нужно? Я думаю, вы понимаете. Это нужно для того, чтобы в течение нескольких минут быстро-быстро снизить уровень кислорода в крови человека. Человек вдыхает выдыхаемый воздух и повышает уровень углекислого газа. Обычно, когда человек дышит в пакет вот так вот, он через несколько, буквально минут, 2-3-4 минуты, он приходит в себя, и вы заметите, этот человек ослабит хватку. Лицо этого человека изменится, у него начнут нормальные, адекватные глаза, он начнет на вас смотреть и на ответ, кто вы, ты знаешь, кто ты такой, где ты находишься, сколько тебе лет. Не задавайте много вопросов, как тебе зовут, сколько тебе лет. Достаточно, чтобы понять, человек находится в адекватном состоянии или нет. Как только человек вышел из состояния панической атаки, все, начинайте с ним проводить десенсибилизирующую терапию, о которой мы сейчас попозже поговорим. Второе состояние, в котором человек находится, это состояние острого стресса. Человек обычно ходит из стенки к стенке, к стенке к стенке, руки его поджаты, глаза неадекватные, но при этом глаза не могут остановиться на месте, глаза его блуждают. Человек очень часто поверхностно дышит, его даже можно не заметить, но если посмотреть, посчитать частоту его дыхания, это от 40 до 100 раз в минуту. Человек тоже находится в состоянии с повышенным уровнем кислорода, но не критичным, не настолько, чтобы человек находился в состоянии кислородного опьянения. Если человек находится в состоянии острого стресса, немедленно возьмите, посадите человека, обратите на себя внимание, заставьте его ответить на два простых вопроса, чтобы он сконцентрировался и ответил, кто он, сколько ему лет, и начинайте проводить десенсибилизирующую терапию. Третье состояние человека – это состояние шока. Человек в состоянии шока не двигается, он сидит неподвижно, его глаза смотрят в одну точку. В этот период времени человек практически не делает дыхательных вообще движений. Наоборот, у этого человека очень резкий уровень углекислого газа в крови. И подойдите к человеку, попробуйте его живот, обычно у этих людей мышцы живота сведены вот так вот. Человек находится в таком вот ступоре, он смотрит в одну точку, ничего не двигается, практически ничего не понимает. Немедленно начинайте оказывать помощь этому человеку. Если вы находитесь на месте катастрофы и видите перед собой трех человек, один из которых находится в состоянии панической атаки, другой находится в состоянии острого стресса, а третий находится в состоянии шока, начинайте первому оказывать человеку помощь, который находится в состоянии шока. Так, значит, смотрите, десенсибилизующая терапия – это терапия, дыхательная психотерапия, которая давным-давно используется в Израиле, всеми медицинскими службами, пожарными службами, военными службами, которые выезжают на места террористических актов или катастроф. Она состоит из двух частей. Часть номер один. Первая. Перехвати дыхание человека в свои руки. Криками, сильными голосами, воплями, силой воли, застав человека дышать по твоему правилу. Дыхание человека должно состоять из четырех частей. Квадратное дыхание. Вдох глубокий. Задержка. Выдох. И еще одна задержка. Заставляй человека дышать на твой счет. На счет раз. Вдох. Теперь не выдыхай. Задержи дыхание. Теперь выдыхай. Снова задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Как только человек понял, что ты от него хочешь, начинай увеличивать каждую продолжительность. Если это ребенок или пожилой человек, счет раз-два хватает. Если перед тобой молодой человек, девушка, то можешь доводить этот счет до четырех. То есть на счет четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох. На счет раз-два-три-четыре. Задержка. На счет раз-два-три-четыре. Выдох. На счет раз-два-три-четыре. Задержка. Повышай голос. Можешь шлепнуть человека по лицу. Самое главное, человек должен повиноваться. Он должен делать то, что ты ему говоришь. Обычно для того, чтобы человек чуть-чуть вышел из этого состояния и начал подчиняться тебе, начал делать вот эти вот дыхательные упражнения, пройдет несколько минут. Как только ты понял, что человек, осознал, что ты от него хочешь, как только человек следует твоим командам и выполняет вот это вот квадратное дыхание, наступает этап номер два. Ты перехватываешь у человека движение его глазных яблок. Ты заставляешь человека не просто смотреть на кончик твоего пальца, а таращиться, таращиться на кончик твоего пальца. Во время вдоха и выдоха ты подносишь палец к носу человека и заставляешь его скашивать глаза. На время вдоха, задержки на вдохе, опускаешь палец вниз, заставляешь человека опустить глаза максимально вниз. Глазные яблоки смотрят максимально вниз. На вдохе кончик пальца, кончик носа. И на задержке после выдоха поднимаешь палец вверх, в разные углы заставляешь человека смотреть на твой кончик пальца вверху. На вдохе кончик носа, вниз, задержка, смотри на мой палец, на выдохе кончик носа, раз, два, три. Теперь смотри вверх, раз, не дыши, раз, два, три. Заставляйте человека двигать глазные яблоки вверх, нос, вниз, кончик носа, вверх, косоглазие, вниз, кончик носа. Для чего это нужно? Вот что говорят израильтяне. Израильтяне говорят, что денсенсибилизирующая терапия, во-первых, позволяет привести симпатическую, парасимпатическую систему человека, который находится в районе катастрофы, в баланс уровень углекислого газа и кислорода начинает приходить у человека в баланс. Ты перехватываешь его дыхание, урежаешь дыхание и делаешь его регулярным. И второе, ты имитируешь тот период сна человека, когда у человека во время сна происходит движение глазных яблок. Именно в этот период сна у человека краткосрочная память записывается и становится долгосрочной. Если ты приехал на место катастрофы, оказывая денсенсибилизирующую терапию, в таком случае травматическое событие, которое произошло только что с человеком, не уйдет в его долговременную память и не будет его мучить по ночам и не станет якорем и спусковым крючком для последующего посттравматического стрессового расстройства. Вот, какие-то вопросы пишите, я отвечу более подробно. Сейчас подведем итоги. На месте катастроф человек находится в одном из трех состояний. Паническая атака, острый стресс, шок. Паническая атака, частые, очень частые, шумные дыхания, человек абсолютно неадекватный. Выход очень простой, один. Дай человеку дышать в его собственный пакет. Через 2-3 минуты человек выйдет из этого состояния, станет адекватным. Второе состояние, острый стресс. Человек мечется из стороны в сторону, часто и быстро дышит, может что-то там бормотать, и глаза его двигаются, вот глазные яблоки двигаются, двигаются. Человек вот такой вот, пессим, туда-сюда бегает. И третье состояние, наоборот, человек сидит неподвижно, уставившись в одну сторону, это состояние шока. Оказывай помощь именно этому человеку первому. Что ты делаешь? Ты делаешь десенсибилизирующую терапию. Первое, ты заставляешь человека дышать, квадратное дыхание, по твоему счету, подави волю человека, заставь его делать то, что ты ему говоришь. Вдох, задержка, выдох, задержка. Как только человек понял, что ты от него хочешь, перехвати его движение глазных яблок. Если человек был в состоянии панической атаки, то десенсибилизирующей терапии достаточно в течение 5-7-8 минут. Если человек находился в состоянии острого стресса, 10 минут. Если человек находился в состоянии шока, увеличивай до 10, 12, 15 минут. Все это позволит человеку избежать потом посттравматических стрессовых расстройств, кошмаров и вообще не разломать человека дальнейшим его судьбу. Потому что помните, в Америке очень простая статистика. На каждого десятого солдата, который был на паях войны, один человек обязательно болеет посттравматическим стрессовым расстройствам, которые заканчиваются либо самоубийством, либо алкоголизмом, либо другими психическими расстройствами. Все. Любой человек, который приехал на место катастрофы, пожалуйста, оказывайте людям десенсибилизирующую терапию. Все. Хари Ом. Продолжение следует.